Буквально под каждым новым видео про iOS 17 я получаю один и тот же вопрос в комментариях. Что там со сторонними приложениями? Добавили ли их? Если нет, то когда добавят? И как вообще можно будет устанавливать сторонние приложения, не из App Store? Потому что все это очень ждут, всех это очень волнует. Вот сегодня мы с вами наконец-то обсудим эту тему, и я расскажу вам, может быть кто-то обрадуется, может быть кто-то расстроится. В общем, будет интересно. Меня зовут Максим, вы на канале Демис Лаунж. Поехали! Сейчас немножко начнем с самого начала, потому что это будет общее комплексное видео. В ближайшие полгода-год я не планирую снимать что-то подобное, если, конечно, не будет какой-то новой информации. Поэтому, чтобы каждый человек, вне зависимости от тайминга, мог посмотреть, понять, что вообще это такое, к чему все идет, и ради чего, собственно, всего этого разговор заведен. Если такой ролик понравится, поставьте большой палец вверх, это будет очень приятно. И поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колкал, ничего классного и интересного не пропустите. YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового видео. Итак, закон, который обязывает Apple устанавливать сторонние приложения. На самом деле он более комплексный, и он в целом накладывает на Apple и другие компании некоторые ограничения. Среди ограничений. Первое, это то, что пользователь может скачивать на свое устройство не только в одном магазине приложений, какие-то приложухи и игры, а в принципе у него должна быть альтернатива. То есть, чтобы помимо App Store были еще какие-то альтернативные каналы загрузки приложений. То же самое с альтернативными голосовыми ассистентами, и то же самое с альтернативными платежными системами. То есть, чтобы была не Siri, а условно какой-нибудь другой голосовой ассистент, и чтобы был не Apple Pay, а у пользователя была возможность поставить тоже какой-то другой платежный сервис. Помимо всего этого, не должно быть, так скажем, эксклюзивных мессенджеров. Ну, то есть, закон подразумевает, что iMessage нельзя считать эксклюзивным мессенджером, и ему нужно дать доступ не только к Apple-овской экосистеме, но и к другим платформам. И вот, казалось бы, весь прошлый год все вокруг просто орали, что все, наконец-то это победа. Apple разрешит установку сторонних приложений. Мы вообще какой-нибудь мир Pay поставим вместо платежной системы, а говорить у нас с нами будет Алиса вместо Siri. Ура, наконец-то возрадуемся. Но давайте я вас поспешу расстроить многих, не все так однозначно. Я говорил об этом поступательно. Говорил еще с того момента, как только первая новость об этом появилась, что, ребят, Apple так не поступит. Apple будет здесь до конца бороться за это все, чтобы это все не добавлять. В мае, в предварительном ролике, я вам тоже об этом говорил, но, тем не менее, хайп был прям какой-то слишком великий, и все такие, да-да, мы получим. Давайте с вами разберемся по факту, по пунктам, получим мы с вами это или нет. Действительно, закон вступает в силу только на территории Евросоюза с 5 марта 2024 года. И, соответственно, с даты исполнения закона, вступления его в силу, все компании должны его исполнять, чтобы ему соответствовать. Но так ли это на самом деле? Начнем с того, что этот DMA, это очень-очень-очень многостраничный документ, где написано много разных интересных вещей, за которые юристы компании Apple, на которые, как вы понимаете, они не пожалеют денег, могут много где зацепиться за различные формулировки. Опять же, этот закон работает только на территории стран Евросоюза. И первой палки в колесам вам, как пользователям, у Apple есть новая система, которую внедрили в iOS 16.2, которая очень сильно усложняет региональные ограничения. Если сейчас вы там хотите, не знаю, чтобы у вас работал FaceTime на дубайском iPhone, вы просто нажимаете, что вы находитесь в другом регионе, и все у вас прекрасно работает. Точно так же iPhone из Японии, который должен фотографировать всегда со звуком, на регионе любом другом, кроме Японии, делает это без звука. Но проблема у нас с вами заключается в том, что с помощью вот этой новой системы, которую Apple внедрила, это все так просто обойти не получится. Apple сможет прямо четко вас геопозиционировать. Там очень сложная система, она и учитывает Wi-Fi, сотовую связь, какая сим-карта ставлена, сим-карта какой страны, что телефон ловит. И вот если у системы будут сомнения, что вы находитесь не в Евросоюзе, причем не получится, естественно, включить VPN, такой, ой, смотри, я в Евросоюзе нахожусь. Нет, если у этой системы будут сомнения, она это все складывает, да, где находится ваш роутер, куда он отправляет сигналы, что у нас там по сотовой сети, какая симка стоит, какой Wi-Fi вокруг у нас с вами славливается, от этих роутеров тоже информацию получим, плюс GPS, геопозиция, какие сервисы установлены, в общем, она может смотреть все, что находится на вашем телефоне, и сделано это с единственной целью, чтобы понять, где вы находитесь физически, разрешать вам или запрещать какие-то региональные ограничения. На данный момент Apple не применяет эту систему, и она, по сути, находится в выключенном состоянии. Я думаю, у вас нет сомнений, для чего, собственно, эта система придумана, чтобы вот эти региональные ограничения со сторонними магазинами, если Apple все-таки придется их добавить, вы не могли использовать где-то за пределами Евросоюза. Второе, что важно знать, у этого закона есть очень одно замечательное ограничение, которое Apple просто вот ждала, мне кажется, этого ограничения, потому что в огромном тексте этого закона есть фраза, что компания может не предоставлять альтернативы, если это обусловлено безопасностью. И здесь просто Тим Кук такой выходит, ребята, я всю жизнь топил за безопасность, я вообще с детства за безопасность, за privacy, за security, ну вы видели мою каждую рекламу, каждую презентацию. И, конечно, компания Apple будет топить на это, потому что юристы явно обоснуют, почему предоставление iMessage другим платформам, это плохо, почему альтернативные сторонние магазины приложений, это плохо. Банально они скажут, что там пиратство, банально они скажут, что мы добавим в какой-то сторонний магазин программу, а она будет с вредоносным кодом, у наших клиентов ведут деньги, еще что-нибудь, в общем, они пострадают. В общем, в точке зрения безопасности, для Apple это просто гигантская лазейка, которой они 100% воспользуются, если им нужно будет обосновать свое мнение, почему они то или иное не добавляют, то или иное не делают. Третье, компания Apple может исполнить этот закон чисто номинально, и об этом есть слухи определенных инсайдеров. То есть, в принципе, они говорят, окей, мы не против, хотя, опять же, я не верю, скорее всего, они будут давить на безопасность, чтобы, типа, нам нельзя. Мы не против, вот вам подробная техническая документация, как это реализовывать. И по этому закону, другие компании, другие там, кто хочет поучаствовать в этой всей движухе, они должны следовать этой технической документации. Но фишка в том, инсайдеры говорят, что Apple напишет ее настолько трудной и физически невыполнимой, что эта техническая документация, ей можно будет просто, извините за выражение, подтереться. Потому что она будет работать, только если у тебя есть полный доступ к iOS, то есть, если ты компания Apple. Если нет, то как бы извини. И по факту Apple соблюдает закон, но, как вы видите, технически он нереализуем для других компаний. Ну и какое у нас? Четвертое. Получается, самое главное и самое актуальное компания Apple может подать апелляцию. Допустим, наступает 5 марта 2024 года. Компания Apple вот прям вообще ничего не меняет, ничего не изменяет, и ей Евросоюз такой говорит. Так, подождите, вы ничего не поменяли? Тогда мы, во-первых, вас штрафуем, да, проходит какое-то время, Apple выплачивает штраф, я напоминаю, что время у нас все еще идет. Мы вас еще раз штрафуем, опять выплачиваем штраф, все, вы не исполняете решение, значит, мы блокируем вам продажу смартфонов и вообще ваших гаджетов. И здесь Apple хватается за голову, такие, как же мы будем продавать наши гаджеты дальше? Ну нет, конечно же, компания Apple идет в суд и подает апелляцию. Говорит, что нас заблокировали незаконно. А вы знаете, сколько может идти суд в Евросоюзе или в США? Сколько лет уже компания Apple борется с Epic Games? Там одни подают апелляцию, другие подают апелляцию, там можно подавать эти апелляции бесконечно. Я почитал грамотных экспертов, грамотных юристов, они говорят, что на это уйдет минимум два года. То есть 5 марта 24 стартует, пока еще у нас там к 25 им запретят, например, да, условно продажи, и только с 25 года Apple подает у нас с вами апелляцию. А пока действует апелляция, естественно, продажи будут разрешены. И в лучшем случае в 27 году, если Apple ее проиграет, и это если Apple не будет подавать дополнительные апелляции, скажут, все, продажи запрещены. И после этого ничего не мешает Apple взять и выкатить. Такие, ладно, мы вам разрешаем. Хотя, как вы опять же понимаете, этого не будет. Поэтому вот этот весь оверхайп вокруг того, что я по-другому не могу назвать это оверхайпом, потому что все из каждого утюга, те, кто связаны с технологиями, те, кто не связаны с технологиями, такие, все, сторонние магазины приложений, все у нас будет классно, все у нас будет хорошо. Нет, ребят, очевидно, что компания Apple это компания супер такая, которая зарабатывает свои деньги. Супер такая, которая не даст свои деньги кому-то еще. И вот эти вот ограничения других стран, для нее это не то чтобы очень большая тема. Вы скажете, ну на USB-C они пошли, на переход USB-C? Это было более логично, потому что давайте посчитаем, переход на USB-C не обоснуешь с точки зрения безопасности. Нельзя сказать, что Lightning более безопасный разъем, да? Переход на USB-C не обоснуешь с точки зрения технической аргументации. Нельзя сказать, что технический Lightning настолько сложен, что мы не можем перейти на USB-C. Тем более, что у компании Apple есть куча устройств на USB-C, макбуки, айпэды и так далее. Смотрим с вами дальше. Переход на USB-C, он в принципе назревал за счет того, что Lightning имеет ограниченную скорость. Да, можно было бы сделать более быстрый Lightning в теории, но для компании Apple это не ключевая проблема. Опять же, они вам просто ограничат скорость зарядки по стандартам USB-C, а чтобы у вас была быстрая зарядка или быстрая передача данных через USB-C, будьте любезны, купите официальный или там околоофициальный провод от каких-нибудь Белкин или Мофи, и тогда у вас будет все хорошо. То есть они все равно смогут брать лицензирование за эти гаджеты, чтобы они подходили. Я вам даже больше скажу, они могут вообще спокойно назвать это Lightning 2, да? Ну и что, что в виде USB-C? Это у нас Lightning 2. Поприетарный разъем, пожалуйста, платите деньги. В общем, здесь компания Apple не то, чтобы сильно теряет, а скорее даже приобретает, потому что многие там фанаты Android такие, о, USB-C, может быть, в следующий раз посмотрю в сторону iPhone. Так что сравнивать закон, который обязывает поставить USB-C, и сравнивать закон, который обязывает Apple отказаться от огромного количества денег, не имеет смысла. Как вы понимаете, там сидят неглупые люди, и опять же, компанию Apple можно любить, компанию Apple можно ненавидеть. Но говорить то, что это с точки зрения бизнеса какая-то не такая компания, но это глупо, как вы понимаете. Мне кажется, ни один адекватно мыслящий человек так не скажет, потому что вот что-что, бабки, они 100% умеют зарабатывать, и с этим у них вообще никаких проблем нет. Тим Кук в этом плане чертов гений, потому что не зря именно бабками он заведовал еще при Стиве Джобсе. Вот этот человек, который про деньги, да, который может сделать классный крутой бизнес, и у компании Apple все хорошо. Огромная капитализация в 3 триллиона долларов, это самая первая компания в мире с такой капитализацией, и поэтому, естественно, компания Apple здесь просто абсолютно на конец с точки зрения бизнеса. Вы, естественно, можете быть расстроенным как пользователь, я вас понимаю. Мне лично такая позиция не близка, потому что да, выбор это хорошо. Хотел бы я иметь возможность поставить Алису вместо какого-нибудь Siri? Ну, наверное, да, почему нет. Хотел бы я иметь возможность выбора различных платежных сервисов? Наверное, да, почему нет, если это реализовано на уровне системы компании, которая хочет это сделать, да, чтобы там не было никаких вирусов, чтобы там не было никаких мошеннических схем, потому что когда вы скачиваете где-то какое-то рандомное приложение, вы никогда в жизни не можете посмотреть, что за код находится у него внутри. И, соответственно, там могло быть две лишних строчки кода, которые тупо потом сольют все ваши данные банковских карт, документы, фотки и все что угодно. Поэтому вот с этой точки зрения хотелось бы какой-то безопасности. Если бы сама компания Apple без принуждения к этому пришла, тогда окей, понятное дело, что у нее нет смысла с точки зрения бизнеса к этому приходить, потому что это, опять же, их бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Ну, в принципе, я уже озвучивал и еще скажу раз, моя позиция в том, что компания Apple что-то придумала, и это продает. Если вам что-то не нравится, вы можете пойти купить что-то другое, вас никто не держит, это не эксклюзивная вещь, да? То есть у Apple нет патента на смартфон, вы можете пойти взять смартфон на Android, на каком-нибудь Harmony OS от того же Huawei, ну, то есть выбор есть, вас не ограничивает никто в Apple. Если вам не нравится, вы берете и переходите. Например, да, в России сейчас многие переходят, потому что я не готов жить без Apple Pay, я хочу платить карточкой. «Окей, иди на Android, переходи, вопросов никаких нет, это нормальная, уважаемая позиция». Если вы хотите использовать сторонние магазины приложений, то вам с этим на Android, к нам с таким лезть не надо. Но заставлять компанию на законодательном уровне что-то делать, это условно, что вы придумали какую-то вещь, и вы считаете, что вот она должна работать так, как она работает. Вы там с ней зарабатываете деньги, как-то развиваете ее, а к вам приходит сторонний человек и говорит, «Слушай, твоя вещь, конечно, неплохая, но вот это и это в ней поменяет». Ты такой, почему? Ну, потому что я государство, я закон, я решил так сделать. Ну, это же глупо, согласитесь, если бы вы были создателем этой вещи. Поэтому с точки зрения Apple я понимаю, почему они это делают, я понимаю, почему они не хотят что-то изменять, и в принципе их позиция мною уважаемая. Позиция государств, которые хотят это подчинить, мне тоже понятно, но я не могу встать здесь на сторону государства или на сторону пользователя, потому что, опять же, есть альтернатива. Многие говорят, ну вот, на самом деле-то я бы перешел на Android, но они какие-то не такие. Ну окей, у тебя есть выбор, или страдай здесь, или страдай там. Ну, ты хочешь все и сразу. На двух стульях усидеть получается, но, как мы знаем, это не всегда является возможным. Чего-то не нравится, пошел вон отсюда. Ну и что у нас с вами в сухом остатке получается, давайте подытожим. 5 марта 2024 года закон вступает в силу, Apple не будет его исполнять, либо будет исполнять так, что для вас ничего не поменяется, никаких сторонних магазинов приложений, никаких, там, не знаю, способов оплаты, голосовых ассистентов, ничего этого, конечно же, в ближайшее время не ждите. Если что-то и когда-то поменяется, это будет либо сделано по инициативе самой Apple, и тогда, конечно же, вы об этом узнаете. Я вам самый первый об этом расскажу, как обычно, либо у нас с вами это уйдет в какие-то 27-й тире дальше год, когда все эти суды пройдут, Apple не сможет ничего доказать, и их заставит это сделать. Но раньше 27-го года вообще нет никакого смысла рыпаться и что-то об этом думать. Поэтому я вам предлагаю эту тему на какое-то время оставить, на какое-то время закрыть. Друзьям своим, знакомым, коллегам, семье, кому угодно, кто вот считает и кто говорил, что должны быть сторонние приложения и хочет разобраться в этой теме, не понимает, почему их не добавили, почему их не добавят, рекомендую скидывать это видео. Мне кажется, я вот все постарался максимально по полочкам разложить, чтобы ни у кого никаких вопросов не осталось. Если ролик понравился, как я говорил, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно, поможет каналу развития. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, тогда вам YouTube пришлет уведомление с выходом нового видео. Естественно, будете всегда все знать в мире технологий, потому что у нас здесь достаточно быстро вся информация появляется. Ну и, конечно же, это очевидно в таком ролике. В комментариях я жду ваше мнение по поводу ситуации, как вы к этому относитесь. Я знаю, что будет много комментариев, что Apple плохие, и я хочу вот так-то, но я знаю, что многие поддерживают мою позицию, в том числе в том, что компания может делать так, как она считает нужным. В любом случае, дискуссия это всегда очень интересно, поэтому оставляйте комменты, я с удовольствием почитаю и с вами подискутирую. Ну и, естественно, вот эти два видео специально подобраны у нас на Агритме YouTube. Зацените, если не видели, и сюда кончите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok